Здравствуйте! На телеканале ТНТ «Онега» программа «Город за спиной» с вами Антон Брындиков. Прошла еще одна неделя в нашем городе. О чем говорили? Какие события запомнились? Что осталось за спиной? Сегодня в нашей программе. В Петрозаводском государственном университете прошел день посвящения в студенты. 13 факультетов и 3 института. Таков новый состав объединенного ПетрГУ. Напомним, этим летом произошло слияние Петрозаводского государственного университета и Карельской государственной педагогической академии. В этом году общее число абитуриентов 1722 человека. Соответственно, на мероприятие ожидалось еще больше. Но из-за дождя торжественное посвящение пришлось перенести в актовый зал университета. Многие утверждали, что такого количества зрителей этот зал еще не видел. Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин даже задумался о постройке нового зала, способного вместить всех желающих. День посвящения студенты старались выделиться и обозначить свою принадлежность к тому или иному факультету или институту. Пушкинские бакенбарды у филологов, красные кресты у медиков, традиционные оранжевые каски у строителей. Специально для абитуриентов хор ПетрГУ исполнил старинный студенческий гимн Гаудеамус. Вива та академия! Вива профессорес! Вива та академия! Вива профессорес! Поздравить новоиспеченных студентов пришел и глава Карелии Александр Худелани. Я уверен, что этот праздник навсегда останется в вашей памяти, как праздник правильного выбора, правильного учебного учреждения. И в вашей жизни это, безусловно, будет событием. Мы с вами любим университет! Мы с вами любим Карелию! Мы с вами любим Россию! Праздникам! А так все было традиционно. Первокурсники почтили минуты молчания память падших сотрудников и студентов ПетрГУ в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориальной доске. Старшекурсники передали абитуриентам символический ключ от знаний и университета. Впереди у первокурсников для кого-то три, для кого-то пять лет учебы, а кто-то вылетит после первой сессии. Сегодня состоялось первое после парламентских каникул заседание Законодательного собрания Республики Карелия. Повестка дня довольно насыщена. Порядка 40 вопросов. Здесь и внесение изменений в закон о налогах, и проект закон об образовании, а также рассмотрение кандидатур на должности мировых судей в различные районы Карелии. Одним из нововведений, которые бросаются в глаза в зале Законодательного собрания, стало появление экранов, на которых можно видеть порядок выступлений депутатов. Началось же заседание парламентариев с обсуждения итогов прошедших выборов. Говорили о значительных нарушениях в ходе избирательной кампании в районах Карелии. О том, что необходимо в ближайшее время собрать все данные и отправить на проверку в правоохранительные органы. Некоторые депутаты призвали своих коллег успокоиться после предвыборной гонки и начать уже продуктивно работать на благо Петрозаводской и Карелии, независимо от результатов. После диспута депутаты приступили к привычной работе. 40 вопросов и законопроектов требовали своего рассмотрения. 16 сентября 1918 года крупные профсоюзы республики решили объединиться в одну мощную силу. В этом году Объединенная организация профсоюзов отмечает свое 95-летие. О торжественном мероприятии, прошедшем в Карельской государственной филармонии, в нашем следующем сюжете. Специально к юбилею в филармонии была открыта выставка героев социалистического труда Карелии. Праздник собрал лидеров профсоюзных организаций различных отраслей из Петрозаводска и районов республики. Мы подписали трехстороннее соглашение между Объединением Организации профсоюзов, между правительством и Союзом промышленников и предпринимателей, направленное на улучшение качества жизни, повышение заработной платы, создание нормальных условий на всех предприятиях республики Карелии, оно неуклонно выполняется. Это тоже плод нашей с вами совместной работы. Я уверен, что и впредь мы с вами совместно будем трудиться, решать наши с вами проблемы на благо жителей Карелии, на улучшение качества жизни. Я поздравляю вас с юбилеем оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. За прошедший период профсоюзы Карелии прошли большой путь своего развития и совершенствования. Менялись формы, методы и условия профсоюзной работы. Но суть их деятельности оставалась одна – защита законных интересов трудящихся. Профсоюзы Карелии сегодня – это свыше 60 тысяч членов профсоюзов, свыше 700 первичных организаций по всей Карелии, по всех районах. То есть это самая крупная организация в Карелии, которая общественная, которая есть. И она ежедневно занимается защитой интересов людей труда, то есть простых работников, юридической защиты, подписанием коллективного договора, то есть условиями, на которых люди работают. И дальше по иерархии эти вопросы поднимаются уже как на уровне отраслевом, на уровне министерств и в итоге в рамках объединения уже на уровне правительства Республики Карелия. Сегодня объединенная организация профсоюзов Карелии объединяет около 60 тысяч членов. Это более 800 первичных профсоюзных организаций. Наиболее крупные из них – это профсоюзы работников народного образования и науки, здравоохранения, профсоюзы работников лесных отраслей и госучреждений. Спустя почти 70 лет после победы в Великой Отечественной войне в лесах Карелии продолжают находить павших бойцов. На этот раз всего в километре от Петрозаводска, на Сулажгорских высотах, рядом с объездной дорогой поисковым отрядом хранителей были найдены останки четверых красноармейцев. Здесь в 1941 году Петрозаводск от финнов оборонял 52-й полк 71-й стрелковой дивизии. Красная армия понесла большие потери. Спустя 70 лет останки некоторых погибших бойцов были обнаружены. Поиск павших был начат на Сулажгорских высотах еще в 2009 году. Поисковый отряд хранителей существует с 2009 года. Создавался при Петрозаводской епархии. На данном этапе у нас новый духовный наставник, отец Сергий Теплоухов. Начинали раскопки мы с отцом Константином Савандером. И на территории Сулажгоры, вот здесь, в этих местах, мы начинали с отцом Константином еще в 2009 году. А найти место боя, где лежат бойцы именно, удалось только сейчас, то есть через 4 года. Поиск был затруднен тем, что эта территория достаточно сильно захламлена и было сложно обнаружить даже само место боя. Мы активно сотрудничаем с Национальным архивом Республики Карелия. Документы отец Константин привозил из САМО, в Центральный архив Министерства обороны. Вот, и по этим данным удалось найти место боя, хотя вот 4 года нам пришлось поискать. Вы сами видели, когда шли сюда, сколько здесь мусора, сколько здесь хлама. Поиск, он осложнен именно этим, то, что очень замусоренная территория, а бойцы лежат, они воевали за нас, воевали за то, чтобы этот город был нашим, был русским, а не финским. Вот, поэтому это очень важно для нас, очень важно отдать последнюю дань бойцам, которые погибли, защищая нас. Большинство бойцов, которые погибали здесь, они не намного меня старше, а иногда бывает так, что это мои ровесники. Поэтому это очень важно для нас. Поисковый отряд хранителей в основном состоит из молодежи. Кого-то в поисках подстегивает азарт, кого-то интересует история, а для кого-то просто важно, чтобы останки бойцов были найдены и им были отданы последние воинские почести. Копаю уже чуть больше года. Попала сюда благодаря Наде Брагиной, которая искала штатного врача в отряд. Вот она его нашла, стали вместе копать и понравилось. Это хобби, интересное, необычное, даже где-то азартное. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот лично я считаю, что защитники нашего города, они не должны лежать в земле, чтобы по ним ходили грибники. Они должны быть похоронены с воинскими почестями. И, кроме того, это очень важно родственникам. Если мы находим именных бойцов, стараемся найти родственников, если получается, им действительно очень важно узнать, где похоронен их отец, дедушка. И им важно узнать, что их родственник, он погиб именно в бою. Он не сдался в плен, он не бежал там с поля боя, он не был предателем. Ну и, кроме того, наш отряд еще привлекает к нашей деятельности молодежь. То есть мы участвуем в патриотическом воспитании. Тоже считаю важно, мы прививаем какие-то моральные ценности детям. В настоящее время встает вопрос, где будут похоронены павшие бойцы. Разрешения военкомата и МВД, чтобы захоронить бойцов в Петрозаводске, уже получены. И сейчас ведутся переговоры с администрацией города. На данном этапе ведутся переговоры с администрацией города Петрозаводска о том, чтобы перезахоронить бойцов, которые воевали за город, в городе Петрозаводске. В прошлом году у нас было два захоронения в городе Петрозаводске. Весной и осенью нам разрушили похоронить. Будем надеяться, что в этом году тоже удастся это сделать. К сожалению, во время поисков не было обнаружено именных вещей или медальонов. Поэтому установить личности бойцов пока не удалось. Однако в архивах есть данные о потерях в этом районе. И, возможно, в будущем мы узнаем их имена. Поиски в данном районе будут продолжены. Это была программа «Город за спиной» на канале ТНТ «Онега». Увидимся ровно через неделю. Звоните нам по телефону 59 20 50. Заходите на наш сайт tnt-defisonego.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова